Южная Голландия – провинция на западе Нидерландов, между Северным морем и дельтой рек Мааса и Рейн. Южная Голландия – регион, имеющий код Айасул 3166-2НЛ в мировой системе региональных кодов Айасул. География – площадь территории 3418,50 квадратного километра, в том числе суша – 2814,69 квадратного километра. Главными городами провинции являются Роттердам, Гаага, Лейден, Делфте, Гауда, Южная Голландия – самая густонаселенная и развитая провинция. Большинство населения проживает в агломерации. Провинция располагается у Северного моря в дельте рек Рейн и Маас. Здесь много водных объектов – Ниви Маас, Ниви Ватервек, Ауди Маас, Ауди Рейн, Халаланчейссел, Халаландас Дип, Хрингвлит. На юге провинции находятся острова, которые лежат в дельте Маас и Рейна. Остров Гури-Аверфлакки географически близок к Зеландии является самым значимым. Провинция граничит с Зеландией на юго-западе, северным Брабантом на юго-востоке, Гелдерландом на востоке, Утрихт на северо-востоке и северной Голландии на севере. История до 1795 года на протяжении практически всей своей истории сегодняшняя провинция Южная Голландия была неотъемлемой частью Голландии. Саякс по 16 века Голландия входила в состав Священной Римской империи. С 16 века по 1795 год Голландия являлась самой развитой и наиболее важной провинцией Республики Соединенных Провинций. Именно поэтому она господствовала в государстве. В этот период иногда делали различия между северной стороной и южной стороной. Эти области соответствуют сегодняшним провинциям Северной и Южной Голландии. Появление новой провинции. Провинция Южная Голландия появилась во время французского правления. В 1795 была образована Батавская республика. По конституции 1798 года старые границы были значительно пересмотрены. Было образовано 8 департаментов с приблизительно равным количеством жителей. Голландия была разделена на 5 департаментов. Тексел, Амстел, Делев, Шельда и Майс и Рейн. Первые три находились на территории Голландии. Два последних включали в себя территории разных провинций. В 1801 году были восстановлены старые границы и создан департамент Голландия. Эти преобразования, которые просуществовали недолго, зародили идею разделения развитой провинции. В 1807 Голландия снова была реорганизована. Были образованы два департамента – Масланд и Амстелланд. Но в 1810 вся территория Нидерландов вошла в состав Французской империи. Масланд был переименован в Монзен-Ван-де-Майс, Амстелланд и Утрихт были объединены в департамент Суидерзи. После проигрыша и смещения Наполеона в 1814 была введена новая конституция, по которой страна состояла из провинций регионов. Монзен-Ван-де-Майс и Суидерзи были объединены в провинцию Голландия, в которой появились два управляющих – один в бывшем департамента Масланд и один в бывшем департамента Амстелланд. При этом идея разделения Голландии продолжала существовать. В 1840 году очередной раз была изменена конституция, в том числе было решено разделить Голландию на южную и северную. В основном это была инициатива Амстердама, которому не нравилось перенесение апелляционного суда в Гаагу в 1838, с 1840 года. С 1840 года Южная Голландия уступила три общины провинции Мутрихт, Аудватер в 1970, Вурден в 1989 и Вианин в 2002. Административно-территориальное деление. Политика. Экономика. Южная Голландия – самая экономически развитая провинция Нидерландов. На ее территории находится, в частности, порт Роттердама, который является самым большим в Европе и одним из самых больших в мире. Культура. Музей на 2007 год в Южной Голландии было 119 музеев с 3,3 миллиона посетителей в году. Музеи в Южной Голландии с большинством посетителей в основном расположены в Роттердаме. Гаги Лейдени. Муниципальный музей Гаги с 350-10 тысячами посетителей в 2012 году был самым посещаемым музеем в Южной Голландии и занял седьмое место по посещаемости. Среди музеев Нидерландов – музей «Натурализ» в Лейдени, музей естественной истории с коллекцией, включающей окаменелости и чучело животных, посетили в 2012 году более 250 тысяч человек. Музей Байманса в Энбюнингене в Роттердаме посетили в 2012 году 250 тысяч человек. Другие популярные музеи включают музей ООН в Роттердаме, музей древности в Лейдени, панораму Мездаха в Гаги, ботанический сад в Лейдени, Всемирный музей в Роттердаме, достопримечательности.